В России прошло лето, прошли выборы, не прошли только проблемы, даже приумножились. И вот вечный спор о несменяемости власти. Активисты говорят о тотальной инертности населения, а люди часто говорят, что не видят альтернативы. Можно отчасти согласиться и с теми, и с другими, только хотелось бы отметить, если ты не видишь альтернативы, ведь можешь попытаться создать ее или поучаствовать хотя бы в ее создании. У нас в обществе вообще много разговоров о великой гуманитарной миссии нашего народа. О победной истории, великих идеях и гордости за дедов. Только все эти разговоры не помогают оторвать пятую точку от дивана. А патриотические порывы уходят вместе с похмельем после 9 мая. И раз уж заговорили про День Победы, стоит вспомнить, что было параллельно этим событиям в этом году. Вот наш основной офицер ракетных войск Владимир Скубак. С апреля месяца проводил одиночные пикеты и голодовку в Москве. По причине того, что его семью, как и сотни других, наше доблестное Министерство обороны оставило без жилья. Задержания и провокации против майора Скубака были, а вот много ли людей поддержало его в Москве, и много ли поддерживало новосибирских военных пенсионеров, которых также нагло выкидывают из квартир. За десятки тысяч выходили гордиться на 9 мая. Подробности о наших митингах и пикетах в поддержку военных вы можете увидеть в предыдущих роликах. Сразу хочу ответить всем, кто писал в комментариях, так им и надо, пусть выселяют, не будут людей на митингах разгонять. Ракетные войска – это не ОМОН и не Росгвардия, а те военные, благодаря которым наше государство еще продолжает называться государством. Учите матчасть. И что по итогу? Некоторые семьи выселяли уже прямо после первого пикета. Когда информация активно пошла в СМИ, некий положительный эффект все-таки был. Но машина запущенная, технология выселения в военных уже отработана во многих других регионах, как раз благодаря нашему народному безразличию. Да и что скрывать, не все военные могут поступить как майор Скубак и начать кричать о проблемах заранее. Тут пока жареный петух не подберется слишком близко. И вообще пугает этот диссонанс. У нас сейчас тоже идет война, и очевидно мы проигрываем свой Сталинград. И продолжаем гордиться дедами. А вы на секунду задумывались, что было бы, если бы наши предки 75 лет назад сказали, подобно сегодняшнему большинству, что уже ничего не изменить, и фашисты все решили за них. То гордиться было бы некому и нечем. И вот начался новый учебный год, и многие родители отдали своих детей в первый класс. И привозили первоклассник на машинах с наклейками. Деды воевали, можем повторить. А какие наклейки будут модны на машинах этих детей, когда они вырастут? Можем потерпеть? Это, конечно, что у них будут автомобили. А то вот автопром развивается где угодно, кроме нас. Теперь даже во Вьетнаме есть своя серия автомобилей. И вообще, если будут так активно гореть леса, мы не то что телегу не сможем сделать. На скейтборд файнеры не хватит. А еще у нас протестовала Бурятия. Скажу честно, когда я увидел, как Баиров зовет всех на стихийный сбор, секунду меня мелькнуло. Ну вот, началось. И вслед за Улан-Удэ, может быть, выйдут все. Но пока нет, не вышли. В России последовали лишь новые преследования неугодных. Габышев, Шурыгин, Устинов. И тут тоже странная выборка. Одних активная общественность поддерживает, защищает. Про других и не вспоминает. Время идет, и все становится жестче. Пара уступок и компромиссов проходит. Странно слышать, когда кто-то говорит, что не знает, где будет проходить очередной протест, митинг или иная акция. Что им об этом не сообщили просто. Все же знают, где находится супермаркет, аптека, кафе. Для этого им не нужны активисты. Все-таки в социуме живем. Было бы желание. В общем, шекспировское быть или не быть сменилось на терпеть или не терпеть. Выбор за вами. Всего доброго.